Здравствуйте, действительно программа «Особое мнение». Я Дарья Пещикова и со своим особым мнением в этой студии сегодня бывший вице-премьер российского правительства, а ныне первый зампредсовета директоров Альфа-Банка Олег Сысоев. Здравствуйте, Олег Николаевич. Давайте с банковской тематики тогда и начнем. Как указывают источники агентства «Интерфакс», за последний год российские госструктуры потеряли более 50 миллиардов рублей из-за отзыва лицензии у ряда коммерческих банков. Как такое стало возможным? Ну, если говорить серьезно, то это абсолютно точное проявление болезней роста и дефектов нашей экономики и банковской системы. У нас, как такой устоявшийся цивилизованный институт банковской системы, пока еще, к сожалению, не создан. Создавался он в известное время. И поскольку у нас страна специфическая, со специфической бизнес-культурой, культурой вообще, у нас в бизнесе до сих пор всегда превалировали личные отношения. Вот ты веришь человеку, да, либо знаешь его лично, либо думаешь, что ты в определенный момент можешь ему позвонить, и он тебе скажет нечто, что выходит за рамки правил, но будет выражать отношение к тебе как к человеку, значит, то тогда ты с ним связываешь свою судьбу, но при этом не только свою судьбу, а судьбу еще государственных денег. Вот, как мне кажется, многие руководители государственных компаний, они действовали именно по этому принципу, не бизнес-возможностей и бизнес-отношений, не экономики, а человеческих отношений. То есть бизнес, он такой, не совсем бизнес? Да, он основан на человеческих отношениях, на таком очень примитивном, утилитарном понимании доверия, да. И вот им казалось, что если этот человек с тобой делает шашлыки, выпивает, либо учился с тобой в одной группе, вы с ним там за девушками ухаживали в свое время, так сказать, он тебе обязательно не подведет тебя, да, и, значит, обязательно вернет тебе деньги, которые ты, государственные, кстати, разместил у него в банке. То есть эти перечни внушающих, не внушающих доверия банков, они никем не учитываются и считаются? Ну, эти перечни внушающих, не внушающих доверия банков появились-то совсем недавно, когда, собственно, этот процесс уже активно пошел. И, кстати, вчера было выпущено постановление правительства, как раз отвечающее на эти вопросы, как мне кажется, достаточно четко. Вот. И поэтому-то, собственно, когда наступило время Че, и пирамиды банков, которые, в общем-то, не в состоянии были выдержать все волны, обрушившиеся на нашу экономику периодически, начали сыпаться, то уже тут отношения не могли ни к чему помочь. Просто банк переставал функционировать, он не мог отвечать по своим обязательствам, ликвидность заканчивалась, и какой бы ты ни был выдающийся друг, все заканчивалось. В этом смысле, как мне кажется, особо показательен случай с внешним банком. Как раз показатель не в том смысле, что там канули, в том числе и деньги компаний, но в том, что там канули деньги частных вкладчиков, причем достаточно заметных, людей, которых трудно считать или обвинять неосведомленности, безграмотности и так далее, и так далее. Это просто говорит о нашем уровне, я себя не исключаю, людей, которые как бы считают себя элитой. Вот такая у нас элита, такие мы, такие у нас руководители государственных и негосударственных компаний, такая у нас экономика. Вот и все. Ну вот смотрите, в последнее время все чаще мы слышим о том, что отзываются лицензию одного другого банка. Только сегодня у двух столичных банков отозвали лицензии. Это закономерное явление или это все-таки такая бдительность той же Эльвиры Набиулиной, которая сейчас активно занялась этим вопросом? Это абсолютно явление, отвечающее фундаментальным проблемам нашей экономики, во-первых. Во-вторых, это, безусловно, выполнение Центральным банком, его руководством и председателем Центрального банка. Функции, которые на них возложены. Контроль и расчистка банковской системы от неблагонадежных финансовых организаций. И в этом смысле, как мне кажется, мы все, кто участвует в этом процессе и кто имеет возможность высказываться, должны поддерживать всяческие усилия Центрального банка. О, как непросто. И в некоторых случаях я думаю, что многие об этом знают. Потому что очень много лоббистов готовы ради того, чтобы вытащить деньги, в том числе и государственных предприятий, спасти, в том числе и свои деньги, готовы давить неимоверным образом на руководство Центрального банка с разных сторон, для того, чтобы эти банки, скажем, подвести под санацию. А санация это огромные деньги. И уже прошло какое-то время с начала этого процесса. И в результате девальвации рубля мы знаем, какая оказалась бюджетная ситуация с его обязательствами. И невозможно найти деньги на проведение санации даже, в общем-то, крупных, значимых банков. Вот я опять остановлюсь на внешнем промбанке. Там были большие деньги, в том числе и государственных корпораций. И я думаю, что стоило огромного мужества председателю Центрального банка выдержать давление на нее с точки зрения необходимости довести процесс до конца. А расчистка этого поля, насколько долго еще будет продолжаться, насколько оно уже расчищено? Ой, не могу об этом говорить. Много ли банков еще под угрозой? И давать оценки так же не могу. Абсолютно точно знаю, что наличество у нас когда-то, цифра 1300, по-моему, банков для экономики Российской Федерации, все понятно, что это был совершеннейший перебор, и практически лицензию можно было одним щелчком получить на ведение банковской деятельности. Но на рынке все все знают. На рынке все все знают. И совершенно очевидно, что огромное количество банков практически не занималось банковской деятельностью. Это были расчетно-кассовые центры, это были конторы по обналичиванию, это были конторы по отмыванию денежных средств и так далее. Все это уже зафиксировано, я бы сказал, в уголовных делах. И поэтому, ну, что тут говорить, так сказать. Я думаю, что процесс еще будет продолжаться. Почему? Потому что это известно, что примерно 75% всех банковских активов сосредоточено в первой двадцатке, тридцатке российских банков. То есть даже вот так. Возвращаясь к вопросу о госструктурах и госкомпаниях, которые размещают свои активы на коммерческих счетах, здесь контроль, какой существует, существовал, будет существовать, может быть, изменения какие-то грядут. То есть государство вообще, что ли, не следит за тем, куда деньги? Я говорю, что это как бы, что называется, ответ читайте на сайте правительства Российской Федерации. То, о чем вы говорили недавно. Подписано постановление вчера правительства Российской Федерации, которое определяет порядок отбора финансовых организаций для целей размещения вневременно свободных денежных средств, бюджетных, небюджетных фондов, государственных компаний, компаний с государственным участием. Это там речь о минимальном капитале? Да, о которой мы речим в два с половиной раза. Это речь о банках с государственным участием или принадлежащих, находящихся под контролем Центрального банка Российской Федерации, либо банках, которые находятся в программе докапитализации через ОФЗ с агентством по страхованию вкладов, куда входят и некоторые частные банки. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Это особое мнение бывшего вице-премьера российского правительства Олега Сысуева. Скажем выслушивать особое мнение нашего сегодняшнего гостя. Я напомню, это бывший вице-премьер российского правительства и нынче первый зампредсовета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Олег Николаевич, давайте по еще одной банковской теме пройдемся. Сегодня сразу две похожих новости о борецках имущества, активах. Ну, во-первых, это арестованные яхты, яхта одна и виллы, соответственно, Сергея Пугачева. И еще была новость об аресте поместья в Великобритании Андрея Бородина. Как вы считаете, для них это существенная потеря? Слава Богу, я не могу этого оценить, потому что не нахожусь на их месте. Как говорит Пархоменко, слава Богу. В то же время, на самом деле, ирония, я думаю, что им сейчас не сладко и без того. Хотя, может быть, они считают, что это все тлен и все равно там не доберутся. Но практика ареста имущества по искам, она вообще говоря, так сказать, давно известна и распространена. Другое дело, будет ли это иметь какое-то продолжение, потому что, как известно, сотрудничество наших правоохранительных органов с судебной системой Запада, с правоохранительными органами Запада, зачастую получается не очень, так сказать, эффективным, по причине того, что мы сами часто игнорируем правила, установленные судебной правоохранительной системой в Европе, скажем. Мы, например, принимаем законы, которые позволяют пересматривать решения европейских судов, если они как бы не соответствуют Конституции Российской Федерации. И мы как бы не инкорпорированы в эту среду, и это хорошо понимает та сторона. И когда арестовывают имущество, так сказать, на той стороне, важна реакция правоохранительной системы, системы приставов, которые, собственно, должны это делать там. Вот если они там согласятся с этим и арестуют, тогда это серьезно. Вот пока это только решение наших правоохранительных органов и судов. Будет ли оно доведено до кольца? Вопрос. Если бы находились в этой системе, в этой среде, можно сразу было бы сказать, что, конечно, будет. Будет арестовано. Сейчас этого сказать пока нельзя. Ну, смотрите, насколько я понимаю, агентство по страхованию вкладов отчиталось как раз о том, что его решение, его иск был удовлетворен изначально в Москве. Да, но затем это решение было исполнено. Если это так, то да, наверное, да. Почему? Потому что, я думаю, что здесь разные абсолютно случаи. Вот. И, наверное. Вы имеете в виду случаи Пугачева и Бородина? Да, и Бородина. Вот. Наверное. И, так сказать, ну, если так, тогда это полностью соответствует общей практике, которая существует. Мы сейчас, как банк, сами находимся во многих процессах, связанных с тем, что недобросовестные заемщики Альфа-банка пытаются уйти от выплаты кредитов. И мы тоже ищем их имущество, которым они поручались, кстати, за это кредиты. И зачастую арестовываем их. И успешно действуем на этом фронте. А, в принципе, как вам кажется, насколько похожи случаи ситуации в целом, если говорить, Пугачева и Бородина? Оба в розыске. Оба говорят, что дела политически мотивированы против них. Я думаю, что общее здесь одно просматривается. Ну, так, на первый взгляд, да, как мне кажется. Мы знаем, что и Бородин, и Пугачев оба были очень близки к власти. Правда, один на уровне, так сказать, московского правительства, тогда очень-очень влиятельного мэра. Второй на уровне администрации президента Российской Федерации и президента прошлого и отчасти нынешнего. И один из них, так сказать, оказался банк несостоятельным. У второго оказался бизнес несостоятельный. Мель говорит простым языком. Оба находятся за границей. И оба вдруг превратились в ярких оппозиционеров. Я сам, так сказать, не могу себя причислить к людям, которые с огромным пиететом относятся к власти, да, но мне это не очень симпатично, когда люди начинают, так сказать, подстраивать свои политические взгляды под ситуацию, которая выгодна для них, как для бизнесменов. Ну, все-таки Пугачев говорил, что не считает себя оппозиционером в одном из недавних интервью. Он как-то в этом смысле себя не пытается возвеличить. Если считать, что критика личного президента нынешнего и критика существующей нынче системы не является оппозиционной позицией, то что тогда является ее оппозиционностью? Что тогда является оппозиционностью? Тогда выходит, что, возможно, он все-таки действительно поплатился за то, что взгляды разошлись? Нет, я думаю, что все это началось после краха банка, после краха бизнеса. И, конечно, там есть составляющая какая-то, как мне кажется, как у нас обычно бывает в нынешнее время, связанная с плохим поведением человека. Вот вывел бы он себя хорошо, и вроде как все и простили. Просто с Бородиным более-менее понятно. Ушел Лужков и, как говорится, пошло-поехало, а здесь немножко другое. Путин никуда не исчез. Называли всегда Пугачева близким от самых истоков. Мы работали с компаниями Пугачева и просто видели и знаем, что там бизнес был очень проблемный. Но был и существовал при этом, имел возможность существовать, а потом потерял эту возможность. и нарушилась связь с представителями власти, на которую он, безусловно, мог и хотел рассчитывать. И банк рухнул тоже очень громко. Ну, и все, как говорится, по учебникам дальше. Кстати, об отношениях бизнеса и власти. Структуры Прохорова сейчас под серьезным давлением. Из-за чего, как вам кажется? Там действительно бизнес-разборки идут? С РБК, с Аннексимгруппой? Или все-таки политика? Вот у меня нет фактов, которые говорят о том, что РБК и Прохоров находятся под давлением в связи с позицией этого замечательного, без кавычек, издания, которым руководят очень профессиональные люди и делают очень профессиональные средства массовой информации. На нашем поле это вообще смотрится уникальным явлением, потому что осталось на пальцах одной руки. У меня нет фактов, говорящих о том, что это давление связано. Но, как человек, живущий здесь и сейчас, и знающий практику, я склоняюсь к тому, что здесь не обходится без политики и без решений, связанных с деятельностью, содержательной, не бизнес-деятельностью, а содержательной деятельностью этих средств массовой информации. Если Прохоров решит продать РБК, закончатся у холдинга проблемы и у Аннексимгрупп? Опять же, как вам кажется? У нас к тому масса примеров, начиная с Байкалфинансгрупп и прочих, 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 так сказать. Нефтушенков тот же? Да, просто вот масса примеров, понимаете? Я говорю про это, что я живу здесь, в этой стране, у меня есть глаза, уши, мозги, я вижу, извиняюсь, в практику, а практика именно такова. А Прохоров похож на того человека, который будет идти до конца и не станет избавляться от проблемного актива? Нет, я не думаю, что Михаил Дмитриевич, он, так сказать, буревестник революции, будет, так сказать, революционировать каким-то образом и так далее. Нет. Он другой человек, как мне кажется, человек, который знает и любит жизнь во всех ее проявлениях. У него очень хороший вкус, в том числе и в бизнесах, которые имеют развлекательные свойства, мы знаем. И сам он отличный спортсмен. Поэтому я не думаю, что он будет идти до конца. То есть, какое нас ждет развитие? Несмотря на то, что он, это показалось, собственно, его краткосрочное вхождение в политическую жизнь. То есть, что? В итоге он избавится от медиахолдинга РПК и на этом все закончится. Да, он, мне кажется, будет действовать по принципу против лома нет приема. Ну что ж, это особое мнение нашего сегодняшнего гостя. Я напомню, это бывший вице-премьер российского правительства Алекс Сысуев. Скоро продолжим. Радио Эхо Москвы и компания РТВАЙ представляют программу Особое мнение. Продолжаем выслушивать особое мнение нашего гостя, бывшего вице-премьера российского правительства Олега Сысуева. Олег Николаевич, тут такая интересная инициатива с налогом на тунеядство. Как вам она? Да, это, так сказать, я, честно говоря, вот активной такой антитунеядской компанией в сознательной жизни я уже даже и не застал. Мне кажется, это было немножко до моей активной сознательной жизни. Вот. Я знаю, что, например, по этой статье был Бродский осужден. Вот. Там известная стенограмма процесса есть, да. На самом деле, если говорить, называть вещи своими именами, то это прямое нарушение прав человека. Ну, зато ссылаемся на опыт Белоруссии, там все хорошо. Ну, да. В Белоруссии улицы чистые, проспекты широкие, вот, в магазинах дешевые продукты, питание, все это мы слышали. Ну, тогда надо сказать, что белорусская модель, образец для подражания идти в эту сторону. Мы как-то мечемся все время. То Китай, то Белоруссия. Есть и западнические у нас настроения. Вот. Надо же как-то определиться нам. Вот. Надо же как-то определиться. Вот. Если мы берем пример сбера безблизи в Белоруссии, ну, давайте тогда повыше повысим пенсионный возраст. Мы уже и так в эту сторону идем. Да, очень правильно. и рационально. Они уже решение приняли. Ну, это для отдельных категорий граждан. Они приняли решение. Да, они просто сделали ступенчатым повышение пенсионного возраста, но они приняли решение. Вот. Но мы, однако, не берем пример с Белоруссией в этом отношении. Вот. А почему-то тунеядство... Я, честно говоря, не понимаю, что это такое. Я вот не понимаю, что это такое. Отказ работать. Ну, не хочет человек работать. Имеет право. Мне кажется, абсолютно точно. Вот я не знаю, сейчас я проходил к вам и, так сказать, видел девушку очень прилично играющую на скрипке в переходе. Ну, и там у нее, естественно, в футляре лежат какие-то деньги. Она хорошо играет. Просто я, поскольку являюсь ее коллегой, отчасти могу оценить, да. я удивился, что такого качества, так сказать, скрипач стоит в переходе. Девушка молодая достаточно, видимо, может быть, из консерватории. Вот. если зарабатывает этим, она кто? Поэтому, так сказать, будущему закону тунеядец? Так можно про любого фрилансера, в общем-то, сказать. еще повторяю, если это будет вот в таком виде выглядеть, то это абсолютно точно нарушение прав человека, как я считаю. Но это мы сейчас с вами обсуждаем с точки зрения права, а вот с экономической точки зрения. Могли бы проанализировать, насколько это рационально, насколько это действительно полезно было бы? Насколько много бюджет получил бы? Не могу оценить, честно говоря. Я знаю, что, значит, теневой рынок занятости, он достаточно большой в Российской Федерации. Знаю, что еще в некоторых случаях продолжаются выплаты заработных плат через конверты, но это уже решение и ответственность работодателя. Вот. И не могу я этого оценить, но мне кажется, просто государство должно устанавливать всякого рода не запретительные меры, а наоборот стимулирующие к тому, чтобы человек все-таки работал и фиксировал свою заработную плату, например, тем же пенсионными отчислениями, чтобы человек знал, что если он не будет фиксировать свою заработную плату, делать ее и собственными усилиями, заставляя работодателя платить ему ее прозрачно, вот, он не будет получать пенсию, он не сможет обслуживаться в муниципальном здравоохранении, его дети не смогут обслуживаться и принимать на себя сервис муниципальные или региональные и так далее. Вот мне кажется, как надо действовать. Раз вы заговорили про пенсии, если помните, не так давно появились публикации в СМИ о том, что в правительстве сейчас обсуждается идея отказаться от накопительной части пенсии, которую и так все время замораживают, вот, сделать ее добровольной. Ну, мол, хотите, отчисляйте от собственных зарплат, от нуля до пяти, кажется, или какого-то такого количества процентов. Не хотите, не отчисляйте, и пусть идет солидарную вот эту вот часть. Насколько верно это, насколько была правильная реформа прошлая, которая, по сути, не работает, потому что накопительная часть все время замораживается. Ну, она замораживается тоже по решению властей. Вот. И мне кажется, что идея накопительной части пенсии, она и была связана с тем, чтобы помочь экономике. Потому что известно, что во многих странах пенсионные деньги являются одними из основных денег, которые помогают экономике. Это одна из основных частей ликвидности, которая используется в экономике. Это достаточно большие деньги. У нас, к сожалению, я сам занимался этой проблемой и знаю, что в силу подобного строения нашей власти, когда, в общем-то, она в одной и той же конфигурации уже на протяжении многих лет. И мы знаем, что первые четыре года, как говорят люди либерального склада ума, к которому я себя отношу, у нынешней власти были самыми продуктивными. Самыми продуктивными, когда были приняты законы, связанные с бюджетом, законы, связанные с фондом национального благосостояния, налоговая реформа была принята и так далее. После этого в протяжении уже не было таких серьезных объективных решений. Это биологический факт. Когда власть находится так долго у власти, извиняюсь, она не в состоянии принять решений ответственных, которые бы для них не представляли из себя риск того, что они будут избраны. Они знают, что закончится срок, их поменяют. И они поэтому действуют по принципу делай как должно. И будь что будет. Вот именно этим цена смена власти. Именно этим цена, ничем другим. Она цена именно этим и возможностью критиковать эту власть. У нас же происходит немножко по-другому, поэтому ответственное решение, к коему отношу, конечно же, пенсионную реформу, одно из серьезных решений, шанс на их принятие становится меньше. Давайте к сущностям вопроса. Все-таки накопительная часть нужна или нет? Конечно, нужна. Она должна быть обязательной или все-таки может быть добровольной? Я думаю, что она должна быть смешанной и добровольной, если человек хочет. Почему им отказывать в том, чтобы он копил на свою старость? Ну, он может по идее и сам копить, Конечно, она должна быть обязательной, потому что в ситуации, в которой мы находимся, под индустриальной. Именно государство должно выступать лидером прогрессивных экономических преобразований. Оно должно быть рулемым в этом вопросе и инициировать эти процессы. Как вам кажется, все, что было заморожено и все, что было изъято для пользования государственного, оно потом вернется все-таки людям, которые откладывают деньги на накопительную часть? Не знаю. Не знаю, вернется или нет. Потому что наш опыт говорит о том, что чаще всего не возвращалось ничего. Собственно, вы и начинали с этим разговором. Помните, когда предлагали выбрать некоммерческий пенсионный фонд, многие отмахнулись просто потому, что сказали, что вряд ли увидят эти деньги когда-нибудь в своей жизни? Начиная с 3-х процентного займа на нужды народного хозяйства и обороны, так сказать, родина попросит и не вернется, как у нас обычно. Знаете, почему? Потому что у нас государство, которое у нас называют родиной, а это государство на самом деле, ее механизм, ее машина и так далее, оно гораздо важнее, чем человек. Вот так устроено у нас жить. А так будет всегда? Или если поменяется кто-то, кто во власти, хотя бы кто-то самый главный, кто под себя потом систему подстроится, что-то будет по-другому? Я думаю, что если мы будем предполагать движение по европейской модели, то, конечно же, будет именно так. За что сейчас ругают Европу? За то, что там слишком гуманное отношение к человеку. Что и этих принимают, бедная Ангела Меркель, так сказать, из эмигрантов, что она претерпевает, и тех принимают, и все-то у них в Лондоне пакистанец, мусульманин стал мэром города, и как такое может быть? Караул в Соединенных Штатах вообще, так сказать, выходец из, так сказать, Африки стал президентом Соединенных Штатов. Что за безобразие такое? Что за безобразие? Там человек просто определяет все. Вот. А нам кажется, что Европа слабая, Европа разрушается. Нет, ничего подобного. Так мы, что ли, разрушаемся? Думаю, что мы идем просто не в ту сторону. Мы обязательно вернемся на этот путь. Самое интересное, что мы обязательно вернемся на этот путь. Просто он усложняется, эта возможность. Усложняется, и есть риски того, что они усложняются, так сказать, серьезно. То есть, вы считаете, что в России путь все-таки исключительно европейский, не евразийский, который сейчас диктует? Это диалектика. Это диалектика. Ну, давайте посмотрим на историю. Мы двигались и движемся в этом направлении. спотыкаясь, значит, отступая назад. Но все равно двигаемся в этом направлении. Ну, что мы можем поделать? Давайте о нашем движении, может быть, даже в правильную сторону. На каком примере? Смотрите, Федеральная налоговая служба России подписала международное соглашение об автоматическом обмене финансовой информации. Ей. Оно, правда, будет работать фактически только с 2018 года, но предполагает довольно важные вещи. Обмен информацией, опять же, о зарубежных счетах, включая офшоры, потому что, например, Панама тоже подписала это соглашение. Это как-то поможет России выявить проблемы с уклонением от уплаты налогов всякими лицами, высокопоставленными, возможно, или связанными с ним? Ну, опять же, вспоминаем панамский актив. Я не буду говорить только о высокопоставленных лицах. Это абсолютно правильный цивилизованный шаг. И просто не знаю, как можно и чем аргументировать другой ответ на этот вопрос. Но вот те, кто попал в панамские документы, там ведь много лиц, которых подозревают во всяком случае в финансовых в том числе. Будут основания, если у налоговых органов проверить происхождение средств, не было нарушение валютного законодательства, налогового законодательства и так далее. И что, думаете, всерьез за это возьмутся? Даже если там какие-то опасные связи могут обнаружить? Мне один товарищ сегодня сказал, который мы обсуждали эту тему мимоходом, опытный человек, очень опытный человек, даже опытнее, чем я. Он говорит, ты знаешь, нет, я не верю в это. Он говорит, это как в Советском Союзе, много чего было, нельзя. Вот повесили, он говорит, дамоколов меч, а он работал ответственным работником в Советском Союзе, очень ответственным. Вот. И будет висеть. Вот будешь себя хорошо вести, говорит он, то тогда меч так и будет висеть. Если будешь плохо себя вести, то он рубанет по тебе. Вот мне кажется, в этих словах, исходя из нашей практики, есть горькая, сермяжная правда, что не будет выполняться закон или это соглашение. А это соглашение, есть риск того, что оно будет избирательно работать. О чем я и спрашиваю вас. С точки зрения, так сказать, понимания правильности человека, да, или организации. Вот, правильная она или неправильная? Если правильная, мы к ней с законом, значит, с понятиями подойдем. А если неправильная, то... по нему. По закону. Спасибо большое. На этом завершаем нашу программу. В гостях в этой студии был со своим особым мнением бывший вице-премьер российского правительства Алекс Сусов. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам.